Я в вас. Ну дальше это место Писания. Что Библия говорит о спонтанном потоке? Иоанна 7, 38-39. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живых. То есть, второй ключ к тому, чтобы мы... Второй ключ для того, чтобы мы слышали голос Господа, это покой. Войти в покой. Успокоиться. Успокоиться. Перестать считать. Крошки на ковре. Паутинку. Я думаю, что то, что я сейчас скажу, это описание каждого из нас. Как только ты выбираешь время для того, чтобы помолиться, провести время с Господом, то вдруг все невидимое становится видимо. Паутина, на которую ты внимания не обращал, она вдруг выглядит в твоих глазах, как мощные такие тросы, веревки, которые прямо сейчас надо убрать. ты берешь веник, начинаешь убирать, убираешь, утер паутину. Так щи, ра-ра-ра-ра-ра. Опа! И в другую углу. И идет сюда в другой углу. Раз, 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 раз. Щи, ра-ра-ра-ра-ра-ра. Щи, ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Называется, успокоился, да? Потом смотришь ковер. И у тебя уже, знаешь, внутри спонтанные мысли приходят, только не от Духа Святого. Слушай, ну давай уже порядок на виде в квартире. И часто, знаете, есть такое место, схованка для мусора, это за диван. Ну туда не часто хозяева заглядывают, потому что его двигать надо. И именно сейчас ты чувствуешь, что ты должен его подвинуть. Если ты сейчас его не подвинешь, все. И ты двигаешь туда, заглядываешь. А тут еще нож какой-то. Я себя постоянно ваду на том, что моя душа, она начинает акцентироваться вообще на посторонних вещах, которые не имеют никакого отношения. Я не вошел в покой. Вы знаете, да? Узнаете себя в этом. Да. Мы все с вами очень похожи. Итак, мы с вами только что поговорили о двух ключах. Ключ номер один, это что? Это спонтанный поток мыслей, которому нам нужно, когда мы остаемся в покое, да, вот мы остаемся в покое, мы настраиваемся на спонтанный поток мыслей. Мы успокоились, мы включили тихую музыку или не включили музыку. Хорошо, знаете, принимать горизонтальное положение, просто лечь, расслабиться. Или, ну, знаете, чтобы вы не были в напряжении, потому что, когда физическое тело напряжено, то ваша душа, она тоже напряжена, вам тяжело принимать. Вы вот в состоянии как будто бы защиты. Вам надо расслабиться. Господь, я здесь, вот я. Все, ты расслабился, ты находишься в покое, и ты ожидаешь, что Господь будет говорить тебе. Ты настраиваешься на спонтанный поток мыслей. Но также Господь может говорить тебе, когда ты в душе, в машине, или какие-то автоматические действия выполняешь, о которых ты уже не задумываешься. 24 часа в сутки. Я говорил характеристики. Поэтому ключ номер один – это спонтанный поток мыслей. И ключ номер два – это тишина, покой. Давайте мы сделаем сейчас перерывчик. Дом из пятнадцати, десять минут, десять минут, десять минут, десять минут, перерывчик. Можете помешать в туалет, я иду. И мы с вами вместе собираем. Спасибо.